ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никит, у тебя же ничего не было с Ульяной? Нет. Тогда я ничего не понимаю. Почему это срабатывает только с ней? Совпадение. Ну, так же можно на что угодно подумать. Ну, я не знаю, например, на мои джинсы. Я оба раза в них был. Тем более мы наверняка не знаем, как это работает. Ты лучше представь, что уже завтра мы будем жить с тобой вместе. Слушай, я же до сих пор не была у тебя в гостях. И даже не представляю, как ты живешь. Вы вдруг у себя восемь котов и гора носков посреди комнаты. На самом деле, ты прям один в один описала мою квартиру. Да? Да. Ну, и тогда я приглашаю тебя завтра к себе на ужин. Заодно убедишься. Хорошо. Лягуся! Короче, я тебя прощаю за то, что ты меня выгнала и согласна опять переехать к тебе. Ну, вообще-то это я должна тебя прощать. Ну, я и так уже простила. Ай, ты мое. Бандюшечка, ты мое. Чего ты? Знали бы, торт купили. А, кстати, торт есть. Я же принесу. Давай-давай. Ты хорошо Лике помогла, когда в туалет за ней побежала. Думала, я ничего не понял? Никит, забей. Если ты не заметил, мы все уже утрясли. А мы сейчас все опять раз трясем. Я бы на твоем месте вещички не разбирал. Лика должна все узнать. Да и у тебя шанс самой ей рассказать. Я себе платье приобрела. Он лед просто. Из немнущейся ткани. Ну, знаете, мало ли как после презентации вечер закончится. Вдруг какой-нибудь мужчина захочет меня потом подвезти домой. Я очень извиняюсь, Маргарита Сергеевна. Но в этом году я не могу вам дать пригласительный на презентацию нашего издательства. Роман Алексеевич, дорогой, я туда с вами хожу каждый год. Я уже пригласил другого человека. Может быть, сходите куда-нибудь на оперу или в театр. Там тоже можно встретить мужчину, который вас потом подвезет. Спасибо. Если какие-то просьбы по работе будут, обращайтесь. Эльвира Витальевна, да, доброе утро. Здравствуй, голубчик. А ты помнишь, что должен сегодня съехать до полуночи? Помню. Только я еще вещи не забрал. А когда заберешь? У тебя два дня как не было. Последний раз был позавчера. И все. Вам прямо бы в полиции работать. Ну, вот сегодня вечером и заберу. Вы только, пожалуйста, клиентов не водите, пока вещи не вывез. Да ты что? Я без тебя в квартиру не ногой. Там же твои вещи. А ты поторопись. Тебе надо сегодня до выезда подоконник помыть. Евгения Аркадьевна, а что сегодня будем изучать? А сегодня, Мельников, нас ждет спортивный репортаж с внедрением журналистов в тему. Мы едем кататься на коньках. Вообще-то, у меня тоже план на вечер. Евгения Аркадьевна, мисс Благоводители составить мне компанию на ежегодную презентацию нашего издательства. Там будет дресс-код. Я буду в смокинге. Вы же не откажетесь провести вечер в компании Джеймса Бонда? Я не пойду на презентацию. Почему? Потому что не пойду. Ну хорошо, если так хочешь на каток. Пойдем на каток. Не оборачивайся. Про подставу с ключами считай, что я забыла. Есть дела поважнее. Лика и Никита решили съехаться. Они сегодня вечером поедут за его шмотками. Не по адресу. Я перевозками не занимаюсь. Да слушай. Он меня хочет выкурить из квартиры. Так что теперь у нас общие интересы. Я готова на любые махинации. Ну что, есть у тебя идейки, как им развод оформить? Было у меня кое-что с Никитой. Чем парни обычно хвастаются, а он скрывает. Да ладно? Ты спала с Емельяновым? Нифига себе! Слушай, ну Лика не поверит. У тебя же доказательств нет. Ты бы нам ножи все спалила. Мне, может, и не поверит. А Никите? Жень! Ну тебе правда нужно пойти на эту презентацию? Нет. Девчонки, я за водой схожу, ладно? А посылать? Ну ладно, увидимся на паре. Слушай, вот если бы меня, мой любимый человек, пригласил, я бы точно пошла. Даже если бы ты внешне ему не соответствовала. Роман Алексеевич в смокинге, а я такая прекрасная рядом в свитере с оленем. И все? Так давай же тебе купим прекрасное, красивое вечернее платье. А деньги на платье. У родителей я просить не буду. Так и у вас, Кристиной, тоже. К тому же, мы уже договорились идти с Ромой на каток. Тема закрыта. Вот если Женька будет в этом платье, Роман Алексеевич, вам придется смотреть в оба, чтобы ее никто не увел. Да я шучу. Вика, только давай договоримся сразу. А Жене про сюрпризное слово. Угу, я. Угу. Я думал, ты день перепутал. Я полтора часа сижу, жду. Извини, была занята. Занималась сексом с парнем, который на следующий день мне не перезвонит. Оль, что ты хочешь? Если ты даже Лике расскажешь о нас с тобой, и мы с ней расстанемся, то я с тобой не буду все равно. А мне это не надо уже. Что тебе надо? Ну, раз так настаиваешь, дай-ка подумать. О, к примеру, твой мотоцикл. Мой мотоцикл? Зачем? Поэтому выбирай, либо мотоцикл, либо твой мутант узнает правду. Ну, и чего ты хочешь этим добиться-то? А что ж ты такой непонятливый, а? Я хочу, чтобы тебе было больно. Так же больно, как мне все эти три года. Я думал, мы просто друзья. А как же та ночь? Я была самой счастливой девушкой на свете. Только ты мне утром даже не перезвонила. И продолжаешь загоняться по этой своей вершининой. Уля, Уля, Уля! Ну, я сожалею. Ну, виноват. Извини. Извини? А мне твои извинения больше не нужны. Уля, 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 Уля. А это тебе как? Хотя мне кажется, в таком платье дело даже до десерта не дойдет. А нам же еще вещи собирать. Ликуся, я даже не знаю, я, наверное, должна тебе кое-что сказать. Хотя, ладно, не парься. Ну, говори уже. Находка шпиона. Все равно уже дольше минуты не продержишься. В общем, Никита сегодня был в ресторане с этой жабой постной, Улей. Они выходили из универа, и я за ним проследила. Вот. Скорее всего, там ничего нет. Но я бы на твоем месте узнала. Странно. Сейчас позвоню. Вот именно поэтому я с тобой никогда не буду. Вот это доставите Бурдуковской Евгении. Вот адрес. Чего не забыл? Пригласительный. Смотрите, чтоб не выпал. Конечно. До свидания. Так. Стоять! Ты кто такой? Ты чего из доконата выносишь? Я курьер. Доставляю заказ. А, ну да. Где расписаться? Я забыла. Я Бурдуковская. Вообще-то у меня адрес есть, куда нужно доставку. Я сама пришла. Так нельзя. Мне сказали, что... Мне можно. Я тут главная. Или мне охрану позвать. Свободен мальчик. Так, ну-ка, дай-ка сыр. Угу. Спасибо. Чего ты тупишь-то, как школьник перед сексом? А? Я говорю, белый господин, мне вообще все за тебя делать? Может, я за тебя и с Викой сегодня вечер проведу? Я реально больше заслужил. Посмотри. Чего делать-то? Так, Никита, это сыр. Возьми его и мелко-мелко-мелко все порежь. Так. Нифига себе запах шикарный. Тебе кто готовит, ты научил? Гастрит. И мамина карьера. Ее постоянно дома не было, пришлось научиться. Так. Макарухи. Это все нормально, Евгения Витальевна. Точно ничего не горит? Воняет на весь подъезд. Фу. Ну, так и шли бы туда, где воняет. Может, вообще из квартиры выходить не пришлось бы. Никит, друг твой больно наглый. А ты знаешь, что он тут тебе женщину приводил? Вот. Девятого числа. Вы с ним пришли в пять часов. Потом ты ушел. А к нему женщина в возрасте приходила симпатичная. Это был репетитор по-английскому. Им заниматься негде было. Так они занимались всего вон пятнадцать минут. А вообще тебе по-хорошему пора бы вещички собирать. Под диваном не забудь пропылесосить. Там хлопья рассыпаны. Да вы-то откуда знаете? Ой, пойду, кстати. Ой. Дождется эта бабуська своего расходника. Так, братуха, все. Вроде все готово. Я спокойный. Повезло. Такие пробки, а мы так быстро добрались. Обычно к этому ресторану в это время не подъехать. Ром, меня почему-то к ресторану привезли. Мы что, еще и ужинать будем? Ну, разумеется. Ты как подъедешь, заходи, я тебя встречу. В таком виде точно? Женя, я понимаю, тебе непривычно, но заходи, не бойся. Ты прекрасна. Хорошо. А я звонила тебе днем. Ну, видимо, макароны связали тебе руки и запретили брать трубку. Да, телефон просто в комнате лежал, не слышал. Ты давай, руки иди, мой, есть будем. Только это, много воды там не лей, счетчики стоят. Эльвира Витальевна просто просила всех. Никит, откуда у тебя в ванной сережки Ульяны? Ульяны, макароны. Чего? Откуда они у тебя вообще? Она же вроде в них сегодня была на этом. Я знаю. Кристина показала мне фотку, где вы с Ульяной сидели в ресторане. Пипец. Да когда она успела-то провернуть это? Эльвира Витальевна, я же вас по-человечески просил не водить клиентов, пока я не съеду. Вы зачем Ульяну пустили? Не знаю, о чем ты. Эльвира Витальевна, вы, похоже, забыли, что я здесь без договора живу. Или хотите, чтобы об этом в налоговой узнали? Или, может быть, чтобы я соседей сегодня залил? Или вообще взял этот горшок и разбил? Я что-то припоминаю. Показывала быстро одним глазком. Так вы же говорили, у вас вся техника новая, а в этой режим сушки есть? Конечно, она же новая. Ну. Ну, я подумаю. Ну, я же думала, что эта девушка твоя была. Вы же с ней ночевали три недели назад. Ночевали? Снова в рёте? Вот. Вот. У меня тут среда. Пятое число. В девять часов вечера пришли. У меня тут всё зафиксировано. Так, значит, у вас с ней всё-таки было? Ты меня обманул? Ой. У меня там каша варится. Ой. Повязан. Ну, Вик, ну успокойся, пожалуйста. Ну, мы же с тобой тогда даже не встречались. Нет, я сделал это ради тебя, понимаешь? Я даже Ульяне позволил своему мотоцикл сжечь в обмен на молчание. Только лишь тебе бы не сделать больно. Мне очень жаль. Но во всём виновата твоё враньё. Может быть, есть ещё что-то, что я должна знать? Я удалил сообщение от незарегистрированных пользователей в твоём блоге. Там было написано, что я не тот, кто тебе нужен. Ты удалил сообщение от бабушки? Ну, а вдруг это не она была? Это бабушка. Это она прислала фотографию в блог и сообщение тоже. И ты это знал. Ты обязан был мне сказать. Да и что тогда? От этого зависят мои превращения и моё будущее. Да ты бы меня бросила. Нет, конечно, нет. Я не знаю. Наверное, нет. Вот поэтому я тебе и не сказал. Ты бы начала загоняться, понимаешь? А мне всего лишь нужно было время, чтобы доказать твоей бабушке, что она ошибается, что я тот самый. Ты всё испортила. Знаешь что? Нам лучше пока не сижаться. Лик, есть ещё кое-что. Кристина тебе предала. Это она украла одежду в туалете. И, походу, помогла Ульяне с этими серёжками. Просто будь осторожней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Вы, наверное, ошиблись. У нас здесь мероприятие. Не, она со мной. Жень, привет. Рома, ты никогда не говорил, что у тебя такая красавица, дочь. Вот так сюрприз. Очень похожа на папу. Серьезная такая. Да нет, она вы... Здрасте. Папа, я на каток поехала. И зашла тебе ключи отдать. Вот. До свидания, тете и дяде. Жень, Жень, стой! Жень, стой! Ты почему не в платье, которое я тебе прислал? Не понравилось? Какое платье? Я отправил тебе платье. И пригласительное. Так. Снимай куртку. Пойдем обратно. Я хочу познакомить тебя со своими друзьями. Не как дочь. А они спросят, в какой школе я учусь. Я же сейчас реально как подросток выгляжу. Жень, ты дорога мне в любом виде. Даже в этой смешной шапке. Я знаю. Теперь. Ну, давай все-таки в другой раз. Я лучше домой пойду, а ты оставайся. Да, плевать. Я хотел на эту презентацию. Я хочу провести вечер с тобой. Поехали на каток. Ты будешь кататься в смокинге? Да. В нем я точно не упаду. Мне надо... проказывать сдать. Где она ведь? Вик, ты что вообще? У меня чуть глаза не лопнули. Да лучше бы лопнули, предательница. Как ты могла? Вика, ну прости меня, пожалуйста. Я думала, ты мне подруга, а ты сговорилась с Ульяной. Украла у меня одежду. Из-за тебя Деканш решил меня отчислить. Из-за тебя Я рассурилась с Никитой. Спасибо тебе. Знаешь что? Собирай свои вещи и уходи. Я вообще не понимаю, как после моей карбонары ты не свика в постели. Леша, расстегни мне платье. Здрасте. Леша, отбой. Никита, давай ты расстегни. Так. Мам, йогой нафига занимаешься? Давай. Сама я расстегивай. Сделаешь разминочку и сама я расстегнешь. Жень, если твой папа увидит, ему нужно будет вызывать скорую. Папа ночная смена. Мама к бабушке поехала. Жень, теперь я чувствую себя подростком. А ты что тут делаешь? Меня твоя мама впустила, разрешила переночевать. Она тебе, кстати, котлеты сделала. Я все съела. Извини. А у вас какие-то планы на вечер? Костюмчик? Нехило заморачивались. Ладно, я пойду. Нет, я уйду. Женечка, прости, мне нужно в издательство забежать, там статью написать про камбоджийскую деревню. Я поняла. Алло, мамуль, привет. Нет. А можно я сегодня к тебе приеду? Мне просто грустно. Ну, конечно, котик. Приезжай. Только ты пижаму с собой возьми, а то я боюсь, у нас тут ничего твоего размера нет. Мам, я сегодня худая. Да? Ну, я не знаю, а вдруг такси в лесу ночью сломается или там... Ладно, не буду врать, скажу прямо. Котик, мы же обсуждали, что когда ты худая, тебе лучше у нас не появляться. Извини. Пока. Пока. Мам. Бабуль, я больше не хочу быть худой. Я хочу быть снова той стокилограммовой ликой. Более счастливой, чем я сейчас. Белее счастливой, чем я сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok